Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. У меня сегодня распустилась нереально красивая орхидейка, и я с нетерпением хочу вам ее показать. Она очень нежная, очень красивая и достаточно необычная, чтобы быть звездой в коллекции. Но прежде я хочу вам показать еще таких вот нежных, прекрасных красоток, которые у меня есть. Практически все эти орхидейки я покупала по ценке. Вот это именно с Оби. Покупала, по-моему, ее за 120 рублей. Еще даже до начала ведения своего канала. Так что эта орхидея, можно сказать, старушка в моей коллекции. Всегда цветущая, всегда прекрасная. Здесь также стоит розовый сон, розовая мечта. Тоже очень любит подсвести. Кстати, от нее у меня есть две прекрасные деточки, две сиамские близняшки. Здесь вот цветочек завел. Ничего страшного, уберем, чтобы не портил всю композицию. Вот такая вот здесь красотища. Кстати, эта орхидейка тоже была оценкой с магазина Леруа Мерлен. Я думаю, что многие на моем канале ее помнят. И можно сказать, что вместе со мной ее пересаживали. Вот она продолжает меня радовать, цветет. Очень красивая. Такая вот венозненькая. И также еще к окошку стоит шикарная мультифлорка. Вся искрится. К сожалению, ее название я не знаю. Но она очень-очень тоже красивая. Такое элегантное облачко. И вот как раз-таки здесь с ними распустилась вот такая вот необычная орхидейка. Вы знаете, даже я не могу подобрать ей точного названия. Она как будто такой, знаете, Беглип Триллипс. Потому что губа у нее развернутая, как у Беглипа. Но лепестки, они с защипами, как у бабочки. И тоже развернуты. Сразу так и непонятно, где губа, а где лепестки. Вот такая вот она красивая. Я очень мечтала, что ждала ее распуска. Вот такая красота теперь у меня есть. Кстати, на картинке у продавца она была не очень. Фото было неудачное. Но когда я увидела цветение, домашнее цветение на фото, я еще больше ее полюбила и еще больше захотела, чтобы она меня порадовала домашним цветением. И вот первый цветочек распустился. Для меня была неожиданность еще эти фиолетовые штришки. Кстати, эта красавица посажена в живой мух. Здесь вот такой вот стаканчик одноразовый. Как отцветет, обязательно пересажу ее в красивый горшочек, чтобы она еще больше радовала меня именно еще и эстетическим видом своего горшочка. Вот такая вот красота. И вот увидя ее, я решила показать вам все нежные орхидейки из своей коллекции. А именно такие вот розово-белые, да, в розово-белых тонах. Я думаю, что сегодня вам со мной будет интересно и приятно будет посмотреть на этих райских красоток. Так что устраивайтесь поудобнее, и я начну показ своей коллекции, своей нежной части коллекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пару слов скажу об этой шикарной троице. Первая орхидейка, которая появилась в кадре, это, конечно же, прекрасная Сога Вивьен. Варигатная Сога Вивьен. Ее цветочки мелкие, полосатенькие, но очень набивной всегда цветонос. И в моем случае она выпускает всегда два-три цветоноса. Я любуюсь вот таким шикарным цветением. Вот такая вот красотища. А две другие орхидейки. Это Дастибель, парфюмерные фабрики. Это ароматные красотки. И у меня есть Дастибель Стандарт. Растет в керамзите на фитильном поливе, немного добавления мха. Обратите внимание на краб ее листа. Достаточно выразительный краб. Это Стандарт. А это орхидейка Мутантик Бабочка. Цвет немного ярче, только из-за того, что она распустилась позже. Еще пока не успела выгореть. Но еще они растут на разных окнах. Это тоже имеет значение. Это растет под досветкой на северном окне. А это растет на южном окне с притенением. Поэтому, наверное, и выгорело немножко сильнее. Когда цветочки распускаются, они более-более яркие, насыщенные цвета. А потом немножечко выгорают. И смотрите, есть отличия. Практически нет никакого краба. Смотрите, краба практически его нет. В сравнении, еле-еле где-то вот тут на кончике. А так в основном краба даже нет. Не знаю, это особенность бабочек или нет. Но вот я заметила, что вроде бы по сорту они одинаковые. Дастибель, только одна Мутантик без краба. А вторая простая, без мутации. Но зато более интересные, красивые листики. Обе растут на фитильном поливе. Только здесь керамзит мох, а здесь керамзит триферн. Функция примерно одинаковая. Влага сбережения, фитиль. Горшочки, конечно, разные. Но принцип один и тот же. Влага по фитилю поднимается наверх. Орхидеи кому очень нравятся. Корни у них шикарные. Ну и давайте дальше просто под музыку полюбуемся этой нежной красотой. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok